честно говоря для меня это было абсолютно неожиданным это разочаровывает я не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера потому что я всегда исходил что руководство федеративной республики ведется с нами себя искренне да нам конечно на стороне украина находилась поддерживала украину мне все-таки казалось что что руководство федеративной республики всегда искренне стремилась к урегулированию на принципах который о которых мы договорились и которые были достигнуты в том числе и в рамках минского процесса вот то что сейчас прозвучало говорит только о том что мы все правильно сделали с точки зрения начала специальной военной операции почему потому что оказывается все эти минские соглашения никто не собирался исполнять руководство украина словами бывшего президента порошенко тоже об этом сказал сказать не собирался его подписывал не собирался исполнять но я все-таки рассчитывал что другие то участники этого процесса были искренне с нами оказывается они тоже нас обманывали и это смысл заключался только в том чтобы накачать украину оружием и подготовить к боевым действиям но мы видим да это видимо мы поздно сориентировались честно говоря может быть и раньше все это надо было начинать но просто мы рассчитывали на то что все таки сможем договориться в рамках этих мирных соглашений и минских мирных соглашений но но ну что что на это скажешь возникает сейчас вопрос конечно вопрос доверия и так то доверие конечно почти 0 но после заявления подобного рода конечно возникает вопрос доверия как договариваться чем и можно ли с кем-то договариваться и где гарантии вот это конечно вопрос но все равно в конечном итоге договариваться придется я уже много раз говорил что мы к этим договоренностям готовы мы открыты но это заставляет нас задуматься конечно задуматься о том с кем мы имеем дело